Оператор Филипп Вэльд Режиссер Жак Моне Лестрад, Жан Жан Родился 7 июня 1938 года Свой бизнес 1971 За декларированный доход 730 268 франков Мощная машина, доля в гольф-клубе В 1981 развелся алименты 10 тысяч старых франков А почему не Морен? Он тоже ничего Годовой доход больше 120 тысяч Яхта водоизмещением 40 тонн Мне кажется, Морен поинтереснее Так что, Морен или Лестрад? А почему не оба? Нет, 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 место есть только для одного Жаль, они оба хороши Что же нам теперь, всю ночь тут торчать? Так, Орел Лестрад, Решка Морен Лестрад Не представляю, как ему удается сосредоточиться, когда у него такое Везучий Впрочем, должно же мы хоть где-то везти Ваша очередь, господа Черт, да Я не могу играть Эти истории с налоговой меня нервируют Слушай, не к тебе же пришли с проверкой, а ко мне Так что... Господа, вы дадите мне ударить? Невероятно, ты нас достал со всем этим Как можно играть в гольф во время налоговой проверки? Мы что, совсем спятили? Мы дергаемся больше, чем он Ты что, ничего не понимаешь? Знаешь, что тебя ждет? А чего мне бояться? Моя совесть чиста Я плачу свои налоги Не то, что некоторые Зачем так громко? С ума сошел Да ладно, тут нет никого Да, а вон те Они же малюсенькие Скажи-ка, ты лечил собаку Баллистье? Ну да, полгода назад, а что? Просто спросил А ты знаешь, что Баллистье из партии правых? Да, и что? И ты лечил собаку Баллистье? Да, таксу Вы же не думаете, что... Нет, нет, мы ничего Да Тебе не кажется это странным? Ты лечишь эту правую таксу И через полгода у тебя проверка С вас две сотни Как все прошло? Прекрасно Прекрасно? А вы говорили, а... Он сказал, чем я рискую? Ты совершенно ничем не рискуешь Вы уже два года как разведены Что может случиться? Я совершенно измучена Всю ночь не спала Как он? Не слишком переживает? Он? Всем привет Это Флоранс, моя жена С которой мы развелись два года назад Биргит, моя невеста Уже целых два часа Здравствуйте Шайка на Хлебников уверена, что тут дешевле, чем в клубе А? Семейство, бьянки Привет, как дела? Отлично? А что, шампанского не будет? В такой день, как сегодня? Ну, что, мне сходить? Да, да А, но на том же месте? Как всегда Ладно, я сбегаю Кстати, ты знаешь, что со мной случилось? Конечно, знаю Нет, ты не знаешь Я набрал 90 очков И содрал с них две сотни Вы знаете, он такой веселый Даже слишком Когда я вижу его в таком состоянии, он меня пугает Кто-нибудь хочет красного вина? Мы ждем шампанского Ладно, тогда я сам налью Не понимаю Это его дом? Да вообще-то это дом ЖЖ То есть был Теперь тут живет его жена одна То есть не одна Прошу прощения, собачки Вот и я Но имейте в виду, нам есть что отметить Не знаю, в курсе ли ты, но У меня Первая проверка Она еще как в курсе Всю ночь не спала Дорогая, ты же не хочешь сказать, что не спала Потому что ко мне пришли с проверкой А что такое проверка? Она очаровательна Это отличная штука, которая меняет вашу жизнь Вам обнарить, доктор? Нет, спасибо Ну вот, например, у тебя большая американская тачка Которая дорого обходится, прямо как ты И вечные проблемы с парковкой И тебя пересаживают на мопед Спасибо, налоговый У тебя огромный дом вроде этого И вдруг ты оказываешься в однокомнатной квартирке Не надо стричь кусты Не надо чистить бассейн Спасибо, налоговый Дорогая, ты не хотела бы жить в однокомнатной, как раньше? Ты не права, это омолаживает Он в ударе нас, ЖЖ И начинается свободная жизнь Никаких местных налогов Никаких лицензий Никаких заморочек Гуляешь себе по улице Спасибо, месье Вы очень щедрые Дамы и господа, благодарю Давай, малыш Бьянке Сделай усилия Старый скряга Социалисты воздадут вам Старицы Спасибо, Швеция Теперь ты доволен? А что я такого сказал? Ты думаешь только о себе Ну да, о ком мне еще думать? Ты не знаешь, ребят, из налоговой Тебя обдерут как липку Пустят померу Думаешь, ты нигде не прокололся? Ты учитывал всех собак, которых лечил? У тебя есть все счета за лекарства? Придурок Проходи, я зажгу свет Вот так Красота Саша Гитри говорил, что Лучшее в любви Это подъем по лестнице Что случилось? Стой, стой Не двигайся Подожди Ну вот Вот Мануэль Давай, иди, иди Не бойся Мануэль Да, Жан-Жак Слушай, я тебе уже сто раз говорил Почини свет Да, Жан-Жак Да, Жан-Жак А это что? Мануэль Да, Жан-Жак Я просил тебя разжечь камин До моего прихода Да, Жан-Жак Слишком поздно Можно тут осмотреться? Да, давай, милый Осмотрись Давай, будь как дома Знаешь, что я сейчас делаю? Пытаюсь представить твое тело Высокая грудь Маленькие крепкие грудки Да Черт Сгораю от нетерпения Черт Мне так нравится, когда наши тела жаждут близости Но К чему слова? Терпение Чем дольше длится ожидание неизбежного Тем лучше все получится Но почему неизбежное? Может, ты уйдешь от меня нетронутый? Нет, вот уж не думаю Возможно, мне останется лишь чудесное воспоминание О твоем запахе, как о несбывшемся желании Почему ты говоришь сам собой? Так Что ты там делаешь? Ты что, с ума сошла? Я там напитки приготовил, все такое Да? Ну ладно Да нет, ну не в таком же виде Наденься, а то простудишься Держи Обожаю, когда от алкоголя у женщин глаза блестят А у тебя нюк молока? Молока? Ладно, ничего страшного Что? Эта штука работает? Эта, да, да С этим? Да Покажешь, как выключить? Нет, в другую сторону, перемешни Поняла Вот так, да И раз Деньги, это круто Смотри, что я сейчас сделаю Клевая штука Клевая штука Думаю, тому есть три причины Первая, это воля Политическая воля Наши меры будут весьма суровыми По отношению к закоренелым неплательщикам Ибо уклонение от налогов Есть воровство А значение политической воли Нельзя не учитывать Вторая причина Это необходимость закрыть лазейки Которыми пользовались Изобретательные и нечистоплотные граждане Папа нет дома Мама болит Да? А когда твой папа вернется? Папа нет дома Мама болит Да, да, я понял Но когда папа вернется Это доктор Лестрад Это ты? Ну да, это я Что случилось? У меня проверка Нет Нет, нет, ничего Я уже два часа не могу до тебя дозвониться Да, такая глупость Забыли заплатить Чем я могу помочь в такое время? Ну, не знаю, Жаро Я думал, ты меня утешишь Ты не слышал министра по телевизору? Я слышал пасторальную симфонию Ясно В общем, я не могу тебя впустить Подожди минутку Я сейчас Ладно А тебе чего? Что ты заладил? Папа нет дома, мама болеет Папа же дома Чтобы не описали имущество С тобой не описали имущество? Ясно, из-за имущества Папа нет дома, мама болит Это же я, Бестовач Добрый вечер, месье Бувье Добрый вечер Мою любимую бутылку и два стакана Сейчас, месье Бувье Просто стакан воды Добрый вечер, месье Бувье Добрый вечер Позвольте представить Доктор Лестрад Лучший ветеринар Парижа и мой клиент Добрый вечер Рад познакомиться Включите автомат, месье Бувье Да Слушай, у тебя есть один франк? Есть Иди сюда Нет, Джером Мы что, сюда пришли на автомате играть? Ты спросил, я объясню Видишь шарик? Да Да Представь, что это налоговый агент, попавший в нашу бухгалтерию Как только он обнаруживает нечто, неподтвержденное финансовыми документами, ты платишь Ты думаешь, что все позади? Вовсе нет Наш агент опять появляется и идет на второй круг Если он уверен, что есть сокрытие или уклонение, сумма утраивается Мы вроде мишеней, видишь? Наверху Вон там Вижу Его задача попасть в мишень Потому что тогда Ну ты же знаешь, что я не уклоняюсь от налогов Мы не уклоняемся, ЖЖ Но это еще нужно доказать Как это? Успокойся Мы будем биться плечом к плечу Что-то придется заплатить, это неизбежно Но мы будем сражаться Ладно Раз так За здоровье налоговиков Нет Мы не говорим налоговик Мы говорим инспектор Господин инспектор Здравствуйте Вас к телефону Иду Я пойду вниз Да, я сейчас Не волнуйся, мама У меня все хорошо, правда Нет, я не знаю, что надену Нет Голубое платье Ничего не случилось? Нет А что с голубым платьем? Да, то, что с накладными карманами Не буду слишком уверена, нет Это ветеринар Но этого я пока не знаю Вот именно когда проверю его бухгалтерские книги Тихо Слушай, мам Что тебе с того, платит он налоги или нет? Я все равно пока не знаю И вообще мне нельзя об этом говорить Даже папе Но если он уклоняется, будет платить пеню Штраф, да Несколько миллионов, наверное Вполне возможно Слышишь, что она говорит? Нет, у меня не только он Еще есть владелец ресторана Ладно, слушаю, мам Целую вас Я не могу долго занимать телефон Да Нет, я тепло одеваюсь Да, ну все, пока Спасибо Извините, что долго говорила Ну что вы, пожалуйста Нет, нет, не беспокойтесь Я знаю дорогу Спасибо, до свидания До свидания Браво, браво, браво А что? Одним словом, браво Откуда я могла знать? У нее же на лбу не написано Слушай, кругом столько студентов Турок, арабов Которые ищут дешевый чердачок Нет, наша мадам сдала чердак Тетке из налоговой И теперь нам уж точно придется Декларировать ее плату за жилье Доставка А что с вашим малышом? У него аллергия Да что вы представляете Порядок Мы не будем Что такое? В смысле? Что случилось? Как то, что случилось? Ты хочешь сказать, что забыл? Что? А, черт, совсем забыл, да Невероятно Правда, клянусь Но где же ты его посадишь? Ты знаешь, что закон обязывает Предоставлять ему помещение? Стол, стул Ну, не знаю Разве что там Сам разберись Ты хочешь, чтобы нас растерзали? Ты хочешь, чтобы нас растерзали? Ну, что еще? Слушай, ты знаешь клинику, как и я Куда, по-твоему, мне посадить этого парня? У меня нет места У нас есть 15 минут Чтобы превратить эту куныру в сказочный дворец Времени маловато, но... Посмотри-ка на это Тут не есть чего воды попить Пепельницы нет Хоть бы сигарет купил ему Жи-жи, ей-богу, так нельзя Посмотри на это Отправлю Терезу Купите сигареты, что-нибудь поесть, попить И даже, не знаю Возьмите деньги в кассе Продолжим Что у нас здесь? Продолжим Слушай, это неправильно Нельзя оставлять всех этих людей в приемной Почему? Потому что Мы облегчаем ему работу Он считает количество клиентов Умножает на количество рабочих дней Два пишем, три в уме И он потирает руки Что будем делать, доктор? Закончим операцию или пусть подыхает? Нет, работаем, работаем Послушай, я не могу их выгнать Это невозможно В конце концов, доктор Смелее, доктор Здравствуйте, дамы Здравствуйте, доктор Мне очень жаль, но я не смогу никого принять сегодня Невероятно Прошу вас Доктору предстоит провести крайне болезненную операцию Так что шевелитесь, дамы Не настаивайте, прошу вас Это бесполезно Ноги мои здесь больше не будем Месье, мне очень жаль Давайте, дамы Быстренько, быстренько У меня назначено? Конечно Тут всем назначено, мудмазель Готово Теперь пусть приходит Пеатриса Фламан? Нет, мадемуазель Налоговый инспектор В общем, я не знаю, что этот тип любит Так что взяла еще и мартини И всякое-всяченное Сигары, например Я... Не надо было это делать Надеюсь, вы любите животных? Что ж, у вас будет хорошая компания Полагаю, вы знаете, что такое ветеринарная клиника? Особенно такая скромная, как эта Нет Нет? Что ж, я готов вам объяснить Вы увидите, как все непросто Но и не сложно Просто все иначе Кстати Вы не считаете, что каждому виду деятельности Соответствует свой стиль учета? Нет По крайней мере, вы прямолинейны Что ж, надо сказать Мне это по душе Доктор, их надо утопить Разве они похожи на бельгийских овчарок? Мы такое не держим Держите Извините, но мне кажется, что мы с мадемуазелью не поладим Что такое? Я все ей показал Безъедимой помарки А ей мало Честное слово, он прав Дали бы мне поковыряться в этой куче Мне бы надолго хватило А вам нет? Нет кассовых книг И что? Это что, так важно? Но банковских книг тоже нет Я замучился ей объяснять, что здесь все есть И чем же мы можем вам помочь в такой ситуации? Я закончил Мы же не хотим видеть вас несчастной Ладно, я потом разберусь Отдайте мне это Не хотите взять одного? Мадам не хочет их оставлять Она хочет, чтобы мы их утопили А нам нельзя их оставлять Нет, спасибо Я с вами свяжусь Может, наконец займемся животными? Да еще женщина Это хуже всего Видел, когда ты сказал, что щенков утопят? Она даже глазом не моргнула Фашистка Мороз, похоже Скажи, а что за книги она от нас требует? А откуда я знаю? Старик, если их слушать, этому не будет конца Да, ну послушай Жи-Жи, если они втянут тебя в свои игры Я не собираюсь с ними играть Но мне интересно, какими были другие Какие другие? Другие проверки, Жеро У меня это первое До сих пор я их избегал Я сторонник профилактики А с тобой не повезло Ты же эксперт по бухгалтерии Не надо Я никогда тебе не говорил, что я эксперт по бухгалтерии Я эксперт в области бухгалтерии Ну, у тебя же есть диплом, лицензия, ну что-нибудь Нет, меня учила жизнь старина И вообще, я могу уйти Ты на чьей стороне? На моей или этой фашистке? Вот и хорошо, уходи Что ты, что пустое место, все едино Ну, знаешь Принесите кофе, пожалуйста Как все прошло? Ром, для вас? Да, спасибо Наверное, они приняли меня за идиотку Я не знала, что говорить Лепетала Да, нет Не могла слова вставить Ноги были как ватные Спасибо, что пришли Ну и какой он внешне? Даже не знаю Не решилась рассмотреть Нет? Я была Ладно Вы никогда не хотели завести собаку? Нет, нет И кажется, в нашем доме это запрещено, правда А что? Там в клинике есть два щеночка Такие маленькие, просто лапочки, правда? Они просто прелесть А вы почему не возьмете? Мне нельзя Если возьму, могут счесть этой взяткой Мне нельзя Ну, надо же Знаете, этот ваш ветеринар Я его уже где-то видела, точно Держите Смотрите, какая собачка Вы сказали, что берете собаку для себя? Да, не волнуйтесь Ешь давай Я вам обязательно его найду Ну, давай, поешь немного Ну-ка Давай, я помогу тебе Куда же мама их задевала? Вот, держите Его надо кормить целым молоком Оно лучше всего заменяет материнское Хорошо Ну вот Спасибо, вы замечательная Вот глупыш Это не для тебя Тебе уже не по возрасту Какое расстройство Ну, все-все Вспомнила, да Подержите Ну, что такое Мама сейчас вернется Жан-Франсуа Мама вернется Не плачь, не надо Тресни его Он только так затыкается Смотри, вот клон Красный нос Это ведь он? Посмотрите Точно Он буквально везде И с ним всегда такие классные девочки Давай, иди сюда Я знала Сначала думала, что видела его в другом журнале Давай, ешь И как он вам? На фото выглядит лучше А говорите, не рассмотрели Везет же вам Почему? Ну, я тут как в тюрьме с двумя детьми А вы встречаете людей вроде него Которые умеют обращаться с женщинами Водят их в рестораны Скажите А что, если он начнет за вами ухаживать? Жерар, наверное Точно, Жерар Спасибо, правда Спасибо за все Только не говорите Жерару про собаку Он в завете за владельцев дома Ладно Привет Здравствуйте Здравствуй Это для... Она ждет ребенка Это же чудесно Мои поздравления И вам понадобится больше места Я как раз думал, что вы такая... Извините Вы мне потом расскажете? Да До свидания До свидания До свидания Пойдем, Фесик Давай, Себастьян Гулять Гулять Простите Вы хотите сфотографироваться? Понимаете, он еще щенок Но я все хорошенько вытерла Правда, ничего не осталось Я все... Себастьян, вернись Ну что, будем фотографироваться? Нет, посмотри Я даже не причесана Это ее собака Да, ее собака А где мадемуазель? Мадемуазель, ваша фотография Спасибо Это моя собака Спасибо Спасибо Здравствуйте У меня встреча с месье Джиной Каприоне Это я Беатриса Фламан, налоговый инспектор Да, да, я вас ждал Ну что ж Выпите чего-нибудь? Нет, благодарю Следуйте за мной Да, спасибо Вот мой кабинет Надеюсь, вам будет удобно Все в порядке Все вот здесь Банковские книги Кассовые книги Чековые книжки Счета от поставщиков Если понадобится что-нибудь еще Кабинет доктора Лестрады Слушаю Нет, думаю, это невозможно Днем тоже не получится Говорю вам, у нас полная запись А в конце недели вечером тоже не получится? Невозможно Вы должны понять, что у доктора есть другие дела Может, в самом конце дня, после всех консультаций Тогда пусть будет пятница Спасибо До свидания Вы боитесь быть жесткой с вашими подопечными? Вы так думаете? Да нет, я шучу Только пусть ваш ветеринар не рассказывает, что сидит без клиентов Я бы заглянул в его книгу записи приема Стили ее ко мне? Вы что, сдурели? Но я же не знала Сами посмотрите, что творится, когда сюда кто-нибудь заходит Чёрт, чёрт, чёрт Ну да, да, да А мне-то что теперь делать? Она еще попросила книгу записи приема Хотела посмотреть Не нравится мне это Извините 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 Приятного вечера Мануэль, она там Да, Жан-Жак Чёрт Мануэль Да, Жан-Жак Свет Да, Жан-Жак Извините Извините за опоздание У меня сейчас много работы Извините Темновато здесь Что за болван этот Мануэль? Разжёг камин среди лета Это Нелепо Но этому есть объяснение Которое я объясняю Это Моя мать Приходит ужин А Мануэль обожает мою мать Правда, обожает А она мерзнет И, в общем, вот Вот, да Ну что ж, садитесь Как-никак Может, выпьем по глоточку? Нет, спасибо Нет? А у вас изжога, как и у меня, да? Нет Я на минуточку Переоденусь Пожалуйста Должна вам сообщить Что в случае полного отсутствия Финансовых документов Я должна приступить к купонс У... что? Углубленная проверка налоговой ситуации А, опенс Углубленная Углубленная, надо же А в чём это выражается? Я должна потребовать выписки С банковского счёта И чековые корешки за пять лет Зачем? Чтобы удостовериться, что ваш образ жизни Соответствует вашим доходам Ясно А где мне всё это взять? Прошу прощения Я связалась с вашим бухгалтером Он сказал, что больше вас не обслуживает К кому мне обратиться? Ко мне? Кстати, раз уж нам придётся встречаться Лучше стать друзьями Ну, как вас зовут? Беатриса Очень хорошо А я же же Простите Не пугайтесь Вы чуть было не сели на пульт Вот и всё Нет, правда Зачем вести себя как враги? Включите свет Нет, тут ни при чём Вы же видели Включите Проклятое свинство Чёрт знает что Ну что вы как девочка Это же пробки вылетели Ну же Мадемуазель Эврика Мадемуазель Да за кого вы себя принимаете? Вы себя видели? Корова Корова И то верно Она так себе Ты во всём виноват Так что заткнись Да, Жижа Беатриса Это Сильви Да Заходи У меня еда на плите Итак, и так Какой он? Как всё прошло? Очень хорошо Он назвал меня коровой А так всё нормально Да ты что? И что ты ему ответила? Ничего, я ушла Да за кого он себя принимает Раз он во всех журналах Ему всё можно И что ты теперь будешь делать? Ничего, продолжу работу Что значит продолжу? Надеюсь, ты разнесёшь его в пух и прах? Надеюсь, его корова Ему очень дорого обойдётся Спокойно, Сильви Спокойно Ни за что Раздень его до нитки Уверена, что он скрывает доходы У него подходящий вид Не впадай в раж Дай посмотреть его книги Нет Нет, перестань Нет, хватит, перестань Это моя работа Это тебя не касается Прошу тебя Ты права Я всё равно Два и два сложить не могу Жерар меня этим попрекает Давай, пёсик, ешь, маленький Это вкусно Ты же проголодался, поросяночек Я про тебя забыла Мне пора бежать На всё, пока Пока Ешь, малыш Про тебя никто не забыл Вы здесь? Да Мой друг Бьянки говорил обо мне? Да Вы знаете, что я доктор Лестрад? Никаких имён Как зовут вашего инспектора? Фаман Беатриса Не знаю такую Молодая, наверное А это плохо? Может быть У вас есть уполномоченный аудитор? Нет Как велика скрываемая сумма Скрываемая? Какая скрываемая? Сделай звук погромче Так Это ещё кто? Клиент, наверное Органы знают, что частные предприниматели скрывают доходы А частные предприниматели знают, что органы это знают Тут кто кого переиграет Эта система давно всех устраивает А вы, как я понял, невменяемый француз Который не скрывает доходы А просто не соблюдает правила игры А что прикажете делать? Я же не могу Месье, ваше поведение столь нелепо, что я ничем не могу вам помочь Добрый вечер Добрый вечер Давайте я вам помогу Что вы, не надо Да ладно вам Мне не тяжело Я знаю, что значит быть беременной Очень любезно, но... Ну, надо же, какая тяжесть Нет Вы не выбросили мусор? Конечно, выбросила Я что, сумасшедший? Этот бак полный Это что такое? Он ваш? Да Так вот, для кого бутылочки с молоком Да Мне показалось, что вы похудели Надо же, а он очень славный Да Мне-то все равно, но... Консьержка, понимаете? Вы уж поосторожнее Спасибо, вы очень добры Да ладно, ничего, я понесу Кстати, вы будете смеяться Я хотел спросить Нет-нет, оставьте Так вот Не думайте, что я ищу лазейку Я честный француз Да Но в своем банке я получаю около 12 тысяч Немного А можно как-нибудь? Нет, никак Ну, что-нибудь в рамках закона Нет, никак Правда, не знаю Тише, тише Так что? Так сразу не могу сказать Да ладно, маленькая лазейка А то я выдам вашего тайного жильца Послушайте, я не знаю Вы наемный работник Кроме развода Как это развода? Ну да, развод Ваши дети идут как один иждивейниц Но родителей двое, так? Да, дальше А после развода вы будете содержать одного, Сильвии второго Тогда у каждого будет по одному иждивенцу Это не глупо Нет, я сам Нет-нет, спасибо До свидания Но только как сказать об этом Сильвии? Вы можете и дальше жить вместе Это редко проверяют Но тогда я могу платить ей элементы И вычитать их из дохода Да, если уж на то пошло Очень интересно Очень Очень интересно Привет, Джи-жи, все путем? Да, привет Мне надо с тобой поговорить Ты один? Да Да Хорошо Знаешь, мне звонила наша подруга Ты понимаешь? А, да-да-да Скажи, где ты держишь свои костюмы? Ну, знаешь Мои костюмы, которые я тебе шью А, в шкафу Так-так, в шкафу Ну вот Ты что с ними делаешь? Ну, я... Мне очень жаль Но я не хочу, чтобы твоя девица Через тебя вышла на меня Надо подстраховаться, понимаешь, да? Ясно Крысы бегут с корабля Ну, зачем ты так? Ты же знаешь, мы друзья Ты думаешь только о себе Ты же сказал, что один А, я один А это тогда кто? Она не говорит по-французски Тогда ладно Кофе будешь? Маленькую чашечку Посмотри, какой кашемир Такого больше не делают Оказывается, ты мне изменял? Ты не гладил, чтобы купал костюмы у других Их лейбл я оставлю В глубине души я тебе завидую, знаешь Почему? Что у меня проверка? Нет Девочки и все такое Веселье, шампанское в любое время Это замечательно Впрочем, ты уже был связан с семейной жизнью И до сих пор не развязался По 10 тысяч в месяц Но ты правильно выбрал, счастливчик Никто не требует отчета Кроме налоговой Ну, плохой кофе для хвостика Ладно, мне пора Старина ЖЖ Подожди Ты забыл стереть отпечатки пальцев Весьма неосторожно Папа, нет дома, мама болеет Ясно, это доктор-листерат Давай, открывай Все, семейство в сборе Как дела, Барбара? Жером дома? Вы его доконали Разойдитесь, малышня В сторону Пришел посмотреть на дело своих рук? Что я натворил на этот раз? Не надо было мне спасать жизнь в Алжире Жером, не начинай сначала Да, ты спас мне жизнь Это единственное доброе дело в твоей жизни Почему бы тебе не признать это? Зачем ты меня позвал? Ты представляешь, как отнеслись мои клиенты к тому, что ты меня выгнал? Ты думаешь только о себе Позволь, займите, что я тебя не гнал Ты сам ушел Ты сказал, уходи А ты знаешь, я гордый Так ты берешь обратно мою бухгалтерию или нет? Нет Да, берет Только не жди Легкой прогулки Я Я назвал ее коровой И что? Ну Сейчас и не такое услышишь Но она-то думала, что я хотел ее соблазнить И что? Это должно ей льстить, нет? А будет жаловаться, скажем, что мелочная бюрократия довела нас на ручки Барбара Погладь мой голубой костюм Как я тебе? Неплохой, да? Да На темно-синем было пятно Ясно Этот тебе идет Правда? Месье Элистрад, заходите Говорить буду я Ты и так уже наломал дров Здравствуйте, месье Элистрад Вы не ожидали меня увидеть Я уступил мольбам доктора Элистрада И вновь веду его дела Посмотрим Скажите, вы ни разу не снимали наличные с банковского счета? Вы не снимаете наличные? Конечно, снимаем Нет Ах, с банковского счета нет никогда Тогда объясните, как вы оплачиваете текущие расходы Покупку газеты, например Мы не покупаем газет Мы слушаем радио А сигареты? Беру деньги из кассы клиники Мы берем Берем и имеем право Да, да, конечно Итак, ваша машина это Джип Чероке Чиф, да? Да Она никогда не ломается? Я не вижу счетов из автосервиса Знаете, это очень крепкая машина Для поездок по бездорожью Но чтобы доехать до бездорожья, нужен бензин, разве нет? Производитель указывает, что потребление бензина составляет 17 литров на 100 километров пробега по сельской дороге и 22 в городе Итак, исходя из 15 тысяч километров пробега в год, это средневзвешенные по Франции, из которых треть вне города и две трети в городе И взяв среднюю стоимость бензина за последние пять лет, 3,5 франка, получаем 5000 километров умножить на 5 по 17 литров будет 4250 умножить на 3,50 14 875 франков с одной стороны, а с другой стороны 10 тысяч километров умножить на 5 и 22 литра на 100 и 3,50 за литр получается 42 350 Всего 42 350 Плюс 57 225 Это вы тоже брали из кассы? Вы позволите? Вы сказали 25 тысяч километров, две трети в городе Нет, одна треть Треть в городе, две трети, мы согласны? Да Да Ты из кассы брал? Конечно, а это запрещено? Запрещено? Нет, нет И еще я не вижу никаких счетов из ресторанов Нет уж, это слишком Мы вполне можем питаться дома У нас есть право быть домоседами Безусловно Только я прочла в журнале, вот К черту все! На что это похоже? Мой клиент желает знать, на что это похоже Мне очень жаль, но в отсутствие финансовых документов я вынуждена... Что? Отсутствие финансовых документов? Да Я вынуждена исследовать светскую жизнь вашего клиента для оценки уровня доходов в его клинике Я не знаю, сколько вы зарабатываете, поэтому приходится считать, сколько вы тратите И, пожалуйста, не ворвите журнал, я надеюсь, администрация возместит мне его покупку Спасибо Жан-Жак Лестрат в обществе Флоры де Монте-Суи, Султаны Бурмон-Пре у Костеля, это вы? Да Да, да, и что? А то, что я запросила меню этого заведения, и три порции икры по цене... Какой икры? Кто сказал, что мы ели икру? Вот, посмотрите, на тарелках мелкие черные зернышки Вы позволите? Это очень похоже на смородину Смородина на хлебе? Очень вкусно Да, новая кухня Все равно я был приглашен, это моя подруга Прекрасно, принесите ее подтверждение И у меня нет счетов за одежду Замечен в Паумбич на вас смокинг На террасе Мартини костюм из альпака На фестивале в Авериазе Монто из золотистого волка петлицы кожаные С остальным будет так же? Да Ну что ж Прекрасно Вас подвезти? Нет, спасибо, я на метро Мне надо с вами поговорить Мне нечего вам сказать А мне есть что сказать Запишитесь на прием Нет, нет Я не хочу говорить о проверке Просто хочу прояснить возникшие недоразумения Хотел поговорить как мужчина с мужчиной То есть нет Предупреждаю, если не согласитесь, я прыгну в воду Я спешу Я предупредил, вы меня не знаете Я на это способен Тем хуже Моя смерть будет на вашей совести Мсье Лестрад Мсье Лестрад Ловко придумано Видите, я вам дорог Я вас провел, да И что это было? Рыбак Нет Старенький Старенький Да нет, стул Эй, бандюга Тебе помочь стулья перекидать? Вас подвезти? До метро, да Должен вам сказать, что вы работаете очень добросовестно И мне это нравится Да-да, не благодарите это, надо было сказать Такие, как вы, очень нужны Да, потому что вы, наконец-то Наведете порядок в моей жизни Поверьте, это к лучшему Скажите хоть что-нибудь Вам что, нравится разорять людей? Остановите, я выйду Почему тогда вы здесь работаете? Вам нравится преследовать мужчин вроде меня? Рыться в их частной жизни? Вы начинаете меня раздражать И про вашу частную жизнь пишут все журналы Я занимаюсь этим, чтобы прокормиться Но есть другие способы зарабатывать на жизни Возможно, но у меня не было выбора, когда я училась Мой диплом юриста оплатило государство А вы думаете, я всю жизнь ел икру? Знаете, я ничего не думаю Только у вас на логовой есть право быть бедными А нам нельзя Только вы мученики Хотите, покажу, откуда я родом? Высадите меня немедленно Ни за что, ни за что Не пытайтесь выпрыгнуть на ходу или на светофоре Взять вот так и оскорбить человека Ну, надо же Пятеро в трех комнатах Без отопления, без ванной И с туалетом в коридоре Было нелегко семь лет учиться на ветеринара в таких условиях Сюда Мать мыла нас в раковине А чтобы мы не простудились Открывала дверцу духовки Опять все это увидеть так волнительно Да, входите Давно порой, я собирался уходить Прошу вас, проходите Нет, это же совсем не то Ну, как указано в объявлении 120 квадратных метров Окна на юг Весь день солнце Батареи с термостатом Но вы же все уничтожили Здесь были такие Эти Кухня Думаю, мадам хочет увидеть кухню Нет, да Итак, микроволновка Измельчитель Смягчитель воды Уверен, такого у вас нет Такого нет Подождите, это недоразумение Послушайте, месье Решайте быстрее У меня очередь на эту квартиру С какой стати мне быстро решать? Я не тороплюсь Ваш идиотизм уничтожил целую семью Там, успокойте вашего мужа Что с вами? Извините нас Я выгляжу идиотом Вас отвезти? Нет Я все-таки могу вас подвезти? Нет Черт Идиотский квартал Вот Принесите весы, пожалуйста Спасибо Я хочу взвесить этот ломтик Спасибо Пятьдесят граммов В год вы покупаете сто килограммов гусиной печенки Это две тысячи порций По документам проходит только полторы тысячи Вы декларируете не все, что продаете? Не может быть Или вам присылают завышенные счета на гусиную печень Что ты на меня так смотришь? Ты ей веришь или мне? Что тут происходит? Можете объяснить? Закон позволяет мне вскрыть сейф, записанный на ваше имя А поскольку он записан и на вашу бывшую жену, она тоже приглашена Ради этого вы вытащили меня из клиники? Из-за сейфа, которым я уже два года не пользуюсь? Ничего себе Этот, да? И что у тебя там? Побрякушки? Драгоценности? Может, деньги? Что? Много? Ты сам хорошо знаешь Что значит знаю? Там уже пятьдесят Чего? Пятьдесят чего? Пятьдесят миллионов? Старыми? Нет А кто же тебе их дал? Жиже Ты же сказал, что не хочешь вносить их на счет Нет, ты Это Скажи, что ты шутишь Флоренс, ты понимаешь, во что мне это обойдется? Пятьдесят миллионов Мадемуазель? Пятьдесят миллионов и пятьдесят миллионов штрафа Ты понимаешь, что я могу остаться без клиники? Спасибо Комиссар Тютей Извините за опоздание Беатриса Фламан, налоговый инспектор Очень рад Мое почтение, мадам Спасибо Часы-кортье Кожаный ремешок Золотая застежка Спасибо Связка Из восьми писем Перевязанных голубой лентой Обручальное кольцо Что такое? Чего-то не хватает Что ты хотела этим доказать? Меня чуть инфаркт не хватил Не понимаю Тебе было не смешно? Совершенно Ведь это юмор в твоем стиле Безвольный доктор Лестрад Извини, если я тебя напугала Ты стареешь, мой бедный ЖЖ Какую сумму штрафа вы считаете возможной? Один миллион триста пятьдесят тысяч франков Его одежда, рестораны, машины и так далее И пение за четыре года огромная сумма Не паникуйте, возможно, за какую-то часть он отчитается Но он здорово выкрутился Если бы в сейфе были деньги Он получил бы по самые помидоры Летелье, желтая карточка Помидоры Верно, помидоры Вас предупредили? Нет Каждый раз, употребляя слово типа мариновать, закусить, перемолоть Вы кладете один франк в эту копилку Наши правила суровые, но справедливые Но представьте, что в сейфе были деньги, но не его У меня такое было Парень покончил с собой Я этим не горжусь И вы ничего не могли сделать? Ничего А что вы хотите? Таков закон Не мы должны доказывать их вину, а они свою невиновность Выпьем за здоровье налоговых органов Дети мои, честное слово, я ожидал худшего Мне такого понарассказывали Я уж думал, что останусь без штанов А что я тебе говорил? Когда бухгалтерия в порядке, никто не подкопается Честное слово, я думал, будет больше, чем миллион триста Да, ну и это лишь предложение Смотри, тут написано В соответствии со статьей налогового кодекса Вам дается отсрочка на 30 дней для внесения поправок Говорю же, она чувствует себя дурой, потому что ничего не нашла Точно Но мы будем сражаться, и эти 13 лимонов она пока не прикарманила Почему ты сказал 13 миллионов? Это же не то же самое, что миллион триста Поосторожнее Потому что здесь указана сумма в новых франках, мечтатель Что? Хорошо, что я у тебя есть 13 миллионов и миллион триста, это большая разница Мог бы обратить внимание Вечно ты недоволен Сказали бы тебе сразу 13 миллионов, ты подписал бы как миленький, нет? Не думаю Подождите, тут новые франки Так что получается 130 миллионов старыми Либо на лапочку Ну да, потому что если добавить два нолика Тут правда пьют шампанское? Веселимся? Да, да, Мануэль, да Где? Если добавить два нолика Это же пока предложение У нас есть месяц, чтобы отчитаться Если бы ты... Не говори так Ты, ты хочешь отчитаться? Сейчас увидишь Тереза, мадемуазель, зайдите на минутку Пожалуйста Да Дамы, в документах, которые вы даете, месье Бувье Вы все указываете? То есть все уколы, все УЗИ И все? Конечно, доктор И вы записываете ежедневно? Нет, доктор, примерно раз в неделю И вы все помните? Думаю, да Да Вакцинация Добермана в пятницу Сколько вы записали? В пятницу была вакцинация Добермана? Вы уверены? Да, да, уверен, да Вы помните Добермана, Тереза? А... Как выглядит Доберман? Если еще все надо помнить Ничего Засучим рукава и потихоньку вылезем Миллион тут, миллион там Ладно, ну как? 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 Я ниже подписавшаяся Я ниже подписавшаяся Флоры де Монтуси Подтверждаю факт приглашения Подтверждаю Да нет, через Д Подтверждаю Думаешь? Уверен Да? Ну ладно Факт приглашения Факт приглашения Сира Лестрада А что такое Сир? Ну это, ладно, забудь Пиши, месье Лестрадо Месье Лестрадо В ресторан у Костеля В ресторан у Костеля 25 апреля 82-го года 25-го 82-го Теперь подпиши Готово? Держи Криостель 82-е Так А почему ты подписала Полетта Миньяк? Потому что это мое Настоящее имя Правда Спасибо Полетта Месье Риго Да, месье президент Пожалуйста, напомните мне Сколько именно Я получаю в месяц Вы имеете ввиду По кассовой ведомости? Да, естественно Но я Вот, нашел 12 227 франков чистыми Благодарю, месье Риго Да ладно Ты же не хочешь сказать Что будучи президентом компании Ты получаешь 12 штук в месяц Месье Риго Как называется моя должность В этой компании? Коммерческий советник Месье президент Это же твоя компания Она получает прибыль или нет? Каковы наши финансовые результаты За прошлый год, месье Риго Прекрасный, месье президент Вот видишь Мы потеряли 520 тысяч франков Благодарю вас, месье Риго Ты понимаешь, что коммерческий советник Убыточной компании С окладом 12 тысяч франков Не может спустить 10 миллионов Играя с тобой в покер Даже ради нашей дружбы В такое налоговое Никогда не поверят Да, понимаю Себастьян Себастьян, вернись Нет, Себастьян Ко мне Нет, Себастьян Себастьян Он выскочил Вы же видели Беатриса Это серьезно? Алло, доктор Срочный вызов Сбили собаку на улице Москвы Они могут ее привезти? Ладно Я недалеко Съезжу Мсье Пикар Да-да, входите, доктор Спасибо, что приехали В общем, я гулял с ним утром Вдруг уж, не знаю Ему взбрело Порыться в помойке Мы с женой любим эту зверушку Но если вы хотите его забрать в клинику Будет лучше Ну, как ты, парень? Не надо так волноваться На вид ничего серьезного Нет, я не из-за этого Мой муж хочет развестись Прошу тебя, дорогая Доктору, это совсем не интересно Так, сейчас посмотрим Вернись Люсьян, вернись Себастьян Ну да, Себастьян, вернись Себастьян, ко мне Куда он понесся, этот придурок? Куда он... Себастьян, вернись Ладно Я вас оставлю А ваша собака... Она моя Это же... Один из щенков Да Точно Я же помню, что где-то уже видел эту помесь Главное, что с ним все хорошо Да Будем надеяться Ну что ж, заходите С собакой вроде все в порядке К сожалению, это ничего не значит Вы же знаете, что такое внутреннее кровотечение Собака жива, здорова Веселая, прыгает и вдруг Рвота, головокружение и... Ничего нет Действительно, ничего нет А я говорю, у него что-то есть Нет, ничего Говорю тебе, это животное серьезно ранено Она там Да, ждет Пусть теперь она поварится в собственном соку Ты же не хочешь с тобой? Да, ты его прооперируешь Нет, резать его не надо Скажешь ей, что рано серьезное И нужна операция А я пока обсужу с ней общую ситуацию Ты же не серьезно Эта собака послан нам судьбой Ты понимаешь, чего просишь? Меня за такой вышпырнут из ветеринарного совета Разве ветеринарный совет должен 13 лимонов? Но это же... Я знаю, что ты чувствуешь Но это война, старина И не мы ее объявили Мадемуазель Фламан Только что я и подозревал Это... Как ее... Селезенка затронута Видите вот эту тень? Это серьезно? Нет, то есть, да Но его надо немедленно оперировать А что делать с сукой, мадам Дезе? Ей действительно нужен укол Почему вы говорите ей? Потому что этот пес беспородный? Здесь нет плохих и хороших собак Вам это известно Прошу прощения Вы уверены, что хотите ждать в клинике? Да, лучше здесь Ладно, пойдемте Как вам угодно, прошу Я за вами зайду после операции Не волнуйтесь Надо же Здравствуйте Здравствуйте У нас сегодня вроде нет проверки, да? Нет Нет, спасибо Скальпель Подключите капельницу Вытрите Вытирайте Не видите, тут все обрызгано Когда я думаю, что такой человек пал жертвой НДС Теперь вы понимаете, мадемуазель, что у него нет времени на бухгалтерию То, что он делает, более важное, разве нет? Зажим Как оценить время, когда он спасает вашу собаку? Говорят, у него в день 50 клиентов, но это не так Бывает, что он проводит целый день, пытаясь вернуть одну шавку То есть собаку, ее безутешным хозяевам Там пресс Там пресс Даю, даю Это все равно, что требует отчетность у доктора Швейцера Перекройте эту артерию Ну, что вы делаете? Я ухожу Но То, что вы делаете, это... Останьтесь Нет Тереза Вернитесь Они стреляли отовсюду А он, как ни в чем не бывало, вправлял мне перелом Видите, мадемуазель, этот человек Ну как? Операция прошла успешно Я и не сомневался Я могу его увидеть Нет, он пока на перфузе, весь утыкан трубками Пожалуйста, если хотите, но на него страшно смотреть Вот Вернитесь и отдохните Нам остается только ждать Обещаю, что скоро поставлю его на лапы Спасибо, доктор 44 улица Москвы Мы победили Мы победили, мы победили Слушай, Жером, будь добр, перестань Уж будь уверен, она поняла, что неотчетно сделает человека Жи-Жи, и она впервые назвала тебя доктора Это что-то да значит Кабинет доктора Лестрадо, слушаю Собака Черт Себастьян Себастьян Черт Себастьян 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 Месье Вы не видели собаку среднего роста с карими глазами Я работаю, месье А, ну да Ты не думаешь, что он побежал прямо к ней? Это будет катастрофа Впрочем, она решит, что ты великий врач Через час после операции собака возвращается к ней без единого шрама Хватит нести чепуху Слушай, надо прочесать весь квартал Дом за домом, шевелись Он нас покинул А, вы уже знаете Нет, пока еще рано говорить Еще Есть шанс Его Вернуть Понимаю, вы хотите меня утешить Хотите кофе? Он был... Извините Он был настолько вам дурак Я найду вам другого Какого угодно Большого, маленького, с длинной шерстью, с короткой Нет, спасибо Обещаю, что сделаю все, чтобы его вернуть Любой ценой Давай Иди сюда, девочка Стой смирно Да, я знаю, я знаю, у тебя девочка Но так мы его и найдем Стой смирно Пошли Желаю вам спокойной ночи и до встречи завтра в 9 утра Надеюсь, я с удовольствием проведу день в вашей компании Себастьян Отвали Отойди от нее, паршивец Иди отсюда Себастьян Себастьян Ты отстанешь от нее или нет? Себастьян Что такое? Все с ума расходили Что происходит? В таком состоянии не выходит на улицу Скоро кончится этот бардак Открываю, открываю Извините, что беспокою вас так рано, но я так волновалась Да нет, нет, все в порядке, заходите Наоборот, я... Извините, я... Извините Наоборот, вы пришли вовремя, потому что я хотел вам кое-что сказать Только это трудно объяснить Не надо, я понимаю Нет, нет, я так не думаю Вам не в чем себя упрекнуть, вы сделали все, что могли Ну, в том-то и дело Нет, правда, вы были великолепны Нет, нет, не говорите так, я просто обязан вам объяснить Черт, черт Господи Нет Черт Сколько я вам должна? За что? За операцию Нет, ну что вы, никаких денег? Да, я настаиваю Нет, нет и нет, я их не приму А почему? Потому что я налоговый инспектор? Ну, нет, это тут ни при чем Тогда почему? Вы лечили мою собаку, как всех остальных Нет, то есть да, то есть нет, в смысле это не то же самое Ну, как бы то ни было, за время проверки я изучила вашу бухгалтерию, знаю ваши расценки Да, за УЗИ 150 франков, анестезия 250 И за ночь, когда вы делали операцию? Нет, нет, не за ночь, не за ночь Да, за целую ночь, за все и вам должна около 3000 франков Включай НДС На НДС мне уж точно плевать, я его не считаю Моя единственная просьба, разрешите мне заплатить в рассрочку Конечно Спасибо При одном условии, вы согласитесь со мной поужинать? Я согласна Согласны со мной поужинать? Теперь да Мадам, месье Вы уверены в своем решении? Да, да, абсолютно Да, дорогая Вы можете повторить свои причины перед женой? Безусловно Короче, я влюбился в свою секретаршу Я готов принять всю вину на себя и выплачивать алименты, которые вы назначите Вот Очень хорошо А вы, мадам? А я, потому что больше не люблю его Да, ничего не поделаешь Я поняла, что он всегда был эгоистом и думал только о деньгах Каждый вечер он валялся на диване и смотрел телевизор Спокойнее А потом, понимаете, никаких знаков внимания, никаких ресторанов Я должна была сидеть дома, заниматься детьми и готовить еду Мне надоело И еще Как это сказать? В постели Да Когда он до меня дотрагивается, меня это не возбуждает Я много лет закрываю глаза и представляю кинозвезд Кого? Имя Ничего себе Но вы просто восхитительны Вот так сюрприз Я заказал место в маленьком ресторанчике Хозяин педик, ну, вы видите, там отлично готовит Что-то не так? Ничего, ничего, это мои контактные лензы, сейчас пройдет Сейчас пройдет И что дальше? А дальше? Прямо посреди реки скорпион влезает в бегемоту на спину и раз кусает его Ну, тот обиделся, оборачивается и спрашивает Зачем ты это сделал? А тот отвечает, извини, старина, это же Африка Смешно, правда? Немного длинный анекдот, но смешной Да, смешной Хороший Я бы хотела поехать в Африку, это моя мечта Да В Кению В Кению, фантастика Да Нам сюда? Да Мы можем пойти в другое место? Почему? Я не могу Почему? Что такое? Потому что не могу Ну, почему? Я их проверяю Их? Да Это забавно Нет, это неудобно Вовсе нет, наоборот Очень неудобная ситуация Вовсе нет Джин очень забавный дядька, с юмором Два коктейля с шампанским Надеюсь, они дали вам меню без цен Я и так знаю эти цены Верно Тогда мадемуазель закажет гусиную печень, конечно Ты знаешь, с кем ты ужинаешь? Я не буду ее обслуживать Послушай, Джина Меня она тоже проверяет Вы можете быть довольны Жан-Люк ушел И что с тобой? А кто это, Жан-Люк? Мой повар Ничего, найдешь себе другого Повара, возможно Беатриса Беатриса Сильви Ну хватит Кончайте глупости А я у себя дома Послушай Я хочу поцеловать детей Твой день посещений, среда Это у вас одни несчастья Сильви Что? А если мы опять поженимся? Вы опоздали Ну да, я же с работой Она отказалась от вашего дела О нет Это плохо? Очень плохо У них нехватка персонала И они ненавидят Когда деморализуют их сотрудников Но я же не Они что, пришлют другого? Несомненно И на этот раз Не настаивайте Мое решение окончательно Я не придумаю Но я же налогоплательщик Плачу налоги, как все Имею право на налоговую проверку Что это такое? Что я сделал, чтобы... Вы лечили мою собаку И потом мы оба выходцы Из бедных семей Достаточное объяснение? Я лечил вашу собаку Как тысячи всех остальных собак Ничего больше Ну и не меньше Что касается семьи То не надо преувеличивать Мой отец всегда неплохо зарабатывал Мы не нуждались Что теперь? Вы будете проверять Только детей миллиардеров? В наше время Это вымирающая раса, между прочим Да, но я не хочу быть причиной проблем Для такого человека, как вы Вы должны делать свою работу Ну, по крайней мере Это ваш долг Значит, мы больше не увидимся? Значит, нет Что вам не особенного? Не знаю В моей жизни было не так много мужчин До свидания До свидания Ну что? Она бросает проверку Ужас, катастрофа А почему? Кажется, она влюбилась В тебя? Она нас любит Она любит, но разве думает о нас? Она понимает, в какой ситуации мы из-за нее оказались Наивным девицам нечего делать на такой должности Ты куда? Домой Подвезешь? Да, если хочешь Угостишь выпивкой? Я хотел Спросить твое мнение О чем? Пошли Ваш заказ Как она тебе? Позови ее Я не решаюсь Мадемуазель Слушаю Два пива Бочковое? Да Ну что? Да, хороша О, да Она для меня не слишком молода? Нет, ну что ты У нее просто бесконечные ноги И опадок на ножке Да Месье Месье Скрипач Подойдите Пожалуйста Можете сыграть что-нибудь цыганское Мне это приносит удачу У тебя есть мелочь? Себастья Это же Себастья Иди Иди ко мне Новый поворот сюжета Это не ваша собака А что она ваша? Да Можете его забрать Потому что он таскает меня по помойкам Так, опять два пива в минусе Шайка, подонков Я же сказал тебе нет Нет, нет и нет Даже не думай Только так можно заставить ее взять наше дело Ты же говоришь, что она в тебя влюблена Перестань Ты не понимаешь, что мне и так плохо из-за этого? Сказать по правде Мне Мне как-то не по себе Вот именно Ты отведешь ей собаку И не дружи мне разрешится Нет, я не могу, не могу Сам подумай Она меня возненавидит О нет, слушай, Жеже Я ничего не понимаю Ты не хочешь, чтобы она тебя любила Не хочешь, чтобы ненавидела, так? Ну да Да Ты от меня что-то скрываешь? Ну Мы часом не собираемся влюбиться? Отвяжись Что ты предпочитаешь? Отвезти его или... Не настаивай Я же сказал, что не могу Все-таки ты думаешь только о себе Мы влюбляем в себя девушку Устраиваем ей провал в самом начале карьеры По нашей вине Ты хоть думаешь Чего стоило ее родителям Оплатить ей учебу? И вот она осталась одна Да Напоминаю тебе, что у нее никого нет Да Да, значит, только мы можем Исоединить два одиноких сердца Хватит, Джером Заканчивай этот цирк Посмотри Эта собака так отощала Он такой жалкий Вовсе он не тощий Что за чушь? Только не говори мне больше Что ты любишь животных То, что с ним случилось Ужасно душещипательная история А тебя что, пригласили на свадьбу? Нет? Ну ладно Потом посмотрим фотографии в журнале ВОК Какой подарок она хочет на свадьбу? Он ей уже подарил 130 миллионов У нее в налоговой нет подружки для меня Ну ты понимаешь И мне тоже одну Вам никогда не давали седьмым номером по зубам? Несли его Они едва помолвлены Верно, верно Что оно тебе нашло? Есть кое-что, что я давно хотел сделать Ты же не станешь обижаться на пустяки? Нет, конечно Ты что, сдурел? Он совершенно съехал с катушек Кириллэн Вот она Вперед, старина Ты точно хочешь, чтобы она тебя разлюбила? Ты уверен? Да Мужайся Давай Идем, Себастье Ты молодец, Жижа Возможно, ты потеряешь ее любовь Но заслужишь мое уважение Беатриса Невероятно Невозможно Собака Лесик хороший Спасибо Собака Хорошая собака Где вы его нашли? Я вам все расскажу, Беатриса Он просто копия прежнего С ума сойти Точная копия Только более худой Наверное, он моложе Вы замечательный Как мы его назовем? Ну, Себастьян О нет, не так, как прежнего Кенийские авиалинии Здравствуйте, мадемуазель Доктор Лестраде, пожалуйста Да Здравствуйте, месье Здравствуйте, месье Марк Летелье Налоговый инспектор Доктор Лестрад просит его извинить Его срочно вызвали в Кению Ничего страшного Начнем без него Не знаю, что любит эта девица Но я тут взяла печенье Метный чай Чай с вербиной Это не то, что нужно О, черт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok